Николай Николаевич, теперь Ваше слово. У него там пару мышц в голове. Он сейчас, да что ли, да что ли? Нет, он может, Николай Николаевич. Вы снимаете на видео? Я на видео, я снимаю на видео, да. Я снимаю на видео. Потом Володя скажет, да. Потом Володя, да. Давайте, да. Кстати, да. Вот именно. Да, давайте. А где Ростислав? Здесь? Так я его не вижу, он на видео не попадёт. Он на видео не попадёт, да. И близьтесь как-то. То есть ты в ноги сядешь, тогда нормально. В ноги сядись, да, в ноги. В ноги садись, давай. В ноги, в ноги. Сейчас в ноги сядет нормально, да. Убили копыта, а Ростислав сюда. Вот, вот, да, да, да. Вот, вот, вот уже отлично, хорошо, да. Вот это уже нормально. По-семейному, по крайней мере, да. Прекрасно, да. Всё, поехали. Вам слово, Николай Николаевич. Мы в такой день увиделись. Даже не верится, что мы опять все вместе. И 12 марта опять вспоминаем Аркадия Звезденова, который стал Северным благодаря Рудольфу. Он стал Северным благодаря своему таланту. Благодаря именно этот Рудольф меня опередил. Остался Звезденым тоже благодаря своему таланту, конечно. Талант у него был памятный всем нам. И столько лет спустя мы здесь перед собой видим Ростислава. Племянника этого знаменитого дяди, который так много сделал всего в этой очень непредсказуемой области собирания песен «Всея Руси», как указал Владимир Холменко, мой дорогой друг. Спасибо, дорогой. Именно «Всея Руси». И случилось так, что в этом продолжении, которое имеем в Ростиславе, продолжение рок-музыки, от хард-рока и до первоначального рока, назовем его энциклопедического, и разных хороших и, в том числе, новых мелодий, которых мы еще не слышали, но, надеюсь, услышим. Вот такое собрание у нас здесь, в этом помещении, которое Ростислав называет музеем. Рудик. Рудик называет музеем. Рудик. Рудик, художник. Где экспонируются разного рода редкости. Редкости. Не только портреты и много всего другого, связанного с таким коллективно и таким общего пользования кругом материала и архивов. Но здесь есть и некоторые уникальные предметы. Не буду останавливаться на этой теме. Самое главное, что здесь есть в этом музее, это та ветеранская память, которая никуда не ушла. И она еще передается, она сохраняется, благодаря таким подвижникам, как сидящий рядом со мной. Владимир. Да. Александр Малинов. Епимов. Епимов, да. Я эту фамилию знаю наизусть, так что мне даже можно не подсказывать. Да. Я помню. Да. Спасибо за все то, что вы делали на протяжении этих лет. Да, я старался. И, конечно, благодаря Александру, для меня Саше Травину, который сохраняет эту эпоху, которая стремится куда-то уйти по некоторым очень искаженным путям. А он сохраняет этот путь, о котором у нас идет речь, в том времени, и добавляя по вкусу, соль и сахар, так что это на этом пути сохраняет свою подлинность, человечность, свою взаимность. А взаимность это, конечно, духовная, потому что тут ветераны все очень с серьезным стажем, но она еще и душевная. Причем она душевная, потому что мы у нас в нашем общении можем много всего вспомнить. Мы можем много оживить из того, что уже не помнит, не знает и не может воспроизвести никто. Это да. То есть в нашей памяти не только виниловая дорожка, в нашей памяти не только флешки сиди и десиди, но то дорогое, что мы ценим, как в определенном роде тонкую, очень тонкую материю передачи вот этой душевной, музыкально-песенной, отчасти народной, отчасти авторской культуры, которая была в СССР и в Савдепи всегда подпольной. Но эту подпольную любили больше, чем эту официальщину, в которой было много лжи, в которой было много фальши, даже музыкальной, и было много всякого рода хищений из музыки европейской, преимущественно германской. Нам дорого то, что мы встречаемся в этот день и бываем в День памяти также и на могиле Аркадия Северного. И он, конечно, соединяет многие поколения. И тот путь, по которому шли подвижники того времени, этот путь сохраняется. И у меня нет в руках бокала, который я бы мог поднять. Всё, я сейчас уже стою на готове. Нет, я говорю о более важных вещах. Если бы у меня были бокалы с самым лучшим напитком, я бы его поднял за продолжение тех подвижников, у которых есть эта душевная, духовная преемственность, которая для нас в сегодняшнем дне воплотилась, конечно, в Аркадии, которого я так хорошо, душевно знал, с которым мы встречались многократно в те давние времена. Потом наступил мой десятилетний перерыв, конечно, где у меня уже были иные песни. Но песни намного более зрелые, чем были в те времена, когда мы были знакомы с Аркадием. Но благодаря тому, что эти мои давние впечатления во мне остались живы, я сегодня всех здесь собравшихся по этому поводу поздравляю с новорожденным, путь которого продолжается благодаря его друзьям, почитателям и благодаря тем ветеранам, с которыми я имею честь сегодня сидеть рядом, которым я могу пожать руку моему другу Ефимову, моему другу Рудольфу, с которым мы знакомы с прошлого тысячелетия, и замечательному поэту, я хочу это отметить, который мне тоже сегодня подарил книгу, где он говорит соловьиными устами. Он от имени Соловья в стихотворении говорит о том самом главном, которое есть у поэта, который может сказать это этими устами, а выше соловья, конечно, только поэты, и сам Господь Бог, этот абсолют, под пристальным взглядом которого мы встретили сегодня в этом музее у Рудольфа Кукса. А вы смотрите сами, вот кто там, вот сейчас Рудольф, что-то тихий будет читать. Так, обращаюсь ко всем, кто здесь. Поскольку сегодня день новорожденного, вы не ослышали, имеется в виду, конечно, мой давний друг отроческих лет почти 100. Это шутка, конечно. Друг моих давних ранних лет Аркадий. Вот он новорожденный сегодня. И случилось так, что я рассказал в первом номере журнала «Шансон», в московском номере вот такого глянцевого журнала по их просьбе, по просьбе шансона об Аркадии. Вот эта публикация. Она называется «Певец с израненной душой». Ее перепечатали, изменив в книге Аркадий Северный Советский Союз Дима Петров и Игорь Ефимов переменили название «Человек с израненной душой», чтобы никто не подумал, что это ни зверь, ни птица. Меня это удивило, но это уже кто-то перепечатал в интернете. Одним словом, я здесь рассказал об условиях нашего знакомства, коротко о том времени и о том, как мы с ним увиделись однажды у Рудольфа Фукса на Петроградской стороне и как я затеял драку, не удивляйтесь, с бригадмилами, которые нас стали вязать, я им оказал сопротивление, и я увидел, что Аркадий убежал уже далеко и завернул на улицу Гатчинскую, я понял, что тогда я могу сдаться. Я провел несколько часов в милиции, но почему я так поступил? Мне Аркадий шепнул, что у него нет документов, повяжут срок. Я не знаю, насколько это тогда соответствовало действительности, я не проверял. Но вот это была наша встреча у Рудольфа. Там на Петроградской, в его квартире, об этом сняты фильмы, об этом он рассказывал, и мы однажды пришли с ним туда, я посмотрел на эту кухню, когда я еще до ареста задолго заваривал там чефир в железной кружечке, да, и кое-что рассказывал Аркадию впоследствии, когда мы с ним пришли и потом туда. Вот я здесь довольно подробно обо всем этом рассказал. Вот публикация, это заканчивается текстом моей песни. Ах, соловьи, мордовские соловушки, вы мне сродни, союзники весны, ведь мы поем из-за колючей проволоки, вы стой, а я лишь с этой стороны. Вот такая песня. Написанная, конечно, в мордовском политлагере, не в уголовном, а в политлагере. У меня совершенно другая тематика, поскольку у меня была статья 70-я, антисоветская агитация и пропаганда, она не имеет ничего общего с уголовными статьями. Да, у меня все другое. Ну вот здесь... Вы же родственник Евы Брауни, я правильно понял, да? Здесь справка и об Аркадии Чеверном, и о нашем знакомстве, и в частности справка обо мне тоже. Вот это такой цветной глянцевый журнал московский, номер один. Тут народу много всего. Ну, одним словом, я вот этот ксерокс, даже не ксерокс, а скан, скан я вот дарю уважаемому Ростиславу Звездину, зачитываю, полагается, все равно тому, кому я дарю, по правилам хорошего тона полагается, чтобы он, принимая, это обязательно прочел. Потому что неизвестно, что я там написал. Ну, а теперь я прочитаю для всех. Не изменяй правилам хорошего тона. уважаемого Ростиславу Звездину, со звездными пожеланиями, в день новорожденного дяди его Аркадия Звездина Северного. Но я число поставил 12 марта 2024 Санкт-Петербург и Анненбраун. Вот моя почта. Да. Прочтете все подробно. Да. Потом напишите отчет. Отчет напишите. Это Ростиславу. А теперь еще немного в виде лилического отступления можете считать это в некотором роде реакцией на то, что размещено в интернете. А там размещено в частности много материала о том как мы встречались с Аркадием как в дальнейшем строились все его приключения что мне известно что неизвестно и как было так как случилось что я узнал о его смерти в обычном газетном киоске. Это было очень неожиданно. Представьте себе Петроградская сторона а я уже тогда вернулся я был на год прописан временно к моей матери мать меня дождалась отец не дождался четырех лет умер глядя на дверь ну многие не возвращались это антисоветская агитация пропаганда бывшая СТ и вот восьмидесятом году вдруг я увидел в киоске который рядом с теперешним магазином на Петроградской перекресток он там стоял я вдруг увидел вот эту кассету вот эту кассету на которой траурные ленточки вот посмотрите Аркадий Северный я очень удивился почему траурные ленточки мне сказали так его нет живых он вот совсем недавно умер был апрель это был апрель восьмидесятого года в этом же году умрет и Высоцкий и умрет Джо Досен Елена я конечно купил эту кассету здесь значится цифра 2 я спросил а где цифра 1 как где распродана какие же здесь песни вот эта кассета озаглавлена Аркадий Северный с ансамблем 4 брата и лопата вот здесь обе стороны этой кассеты ну песня такого типа я прочитаю частично вернулся я в Одессу будь здорово дорогая без 28 Вундеркинд сердце дядя Ваня словарь на Бродвее шумном но Вы лучше меня знаете репертуар Аркадия здесь есть даже шаланды полные кипали а вот вторая сторона я родился на границе а я говорю сидели мы с Кирюхой в Кичмане в Одессе раз в кино в нашей песни в том фильме про Русь и сигарета ну вот такое окончание конечно сигарета сигарета я как я сейчас помню ты одна не изменяешь я люблю тебя за это ты сама об этом знаешь да вот пристаньте себе пройдя аресту пройдя ваш море пройдя все эти приключения этих десятилетий ведь это было так давно 80-й год я сохранил эту кассету молодец и показываю его вот этот репертуар сегодня вам и вспоминаю день его рождения да об этой кассете которую я приобрел вскоре после того как его не стало вот то что я рассказал остается с вами а кассету я кладу обратно себе в левый карман ближе к сердцу на этом я закончил я рассказал вам эту историю да и еще в качестве дополнения это уже в адрес интернета там кто-то на этом форуме что это обсуждает и кто-то там пишет о том что не может быть что была такая кассета браун рассказывает о том что он купил эту кассету может быть ее никогда не было на свете где это было какой это киоск мы можем в это не поверить я могу сомниться в этом вот мой ответ по этому поводу этого сомневающегося человека которому не терпелось как фамини верному диванные бездельники которому не терпелось как фамини верному этому комментатору вложить персты в раны для того чтобы убедиться что эти раны есть когда я говорю просьба слушать иначе чего-то можно и не понять на этом я по-настоящему закончил вы помните варек где купили эту кассету да конечно где он на большом проспекте его сейчас уже нет но есть это место где при входе в магазин перекресток на очкаловском проспекте при входе слева он там стоял да понятно спасибо за скорую вот конечно это не точно